ну что друзья здравствуйте мы с вами и первый раз встречаемся я записываю с тем чтобы те кто хочет как бы присоединиться могли присоединиться и задача наша состоит в том чтобы совместными усилиями повлиять на то как функционируют наши каналы и чтоб они были лучше немножко и так далее то есть это не только я делюсь какими-то соображениями но и вы тоже и у вас опыт разный и я я вижу там такие каналы что я мог поучиться там кое-чему но в общем мы сами не знаем много я сам не знаю много там про продвижение все эти дела если кто-то к нам присоединиться с тем чтобы рассказать как как делать продвижение то я буду очень рад но моя как бы функция как я понимаю состоит в том чтобы поделиться каким-то видением того что такое приличный канал с точки зрения содержания с точки зрения этики вот как бы этичный блогинг такого плана кроме того я вижу в этом некоторую параллель с тем как мы со студентами значит готовимся к прохождению интервью вот я говорю там расскажи о себе и чек начинает что такое нести и это явно не он что-то где-то слышал где-то он что-то надумал бывает там по 5 по 7 слоев снимает пока наконец выходит вот то что самое главное и есть вот он вот каждый человек вот каждый из нас да он по своему прекрасен совершенно замечательно если дать ему быть самим собой но но мы живем в таком мире где нам не дают быть самим собой мы мы с детства нас как-то вот полируют штампуют как-то вот делают так чтобы им было с нами удобно поэтому начиная там вот с ясили и кончая там университетами тогда и и даже потом то поэтому я вот чего хочу сказать в качестве такой затравочной мысли все-таки блог это видео блог это проявление вас лично вот кто у нас там кулинарный блок делает у нас есть один один кулинарный блок это кто ага алла понял вот алла она все показывает руки свои понимаете и это замечательно то есть безусловно когда ты показываешь чего надо сделать ну при готовке ты конечно показывает тут ты раскатываешь орехи там скалкой да там здесь что-то хорошее ну вот если вот и она стесняет ничего стесняет но во всяком случае я хочу прийти к алле и посмотреть как алла делает вот этот пирожок потому что мы как-то со светланы моей мы я его и поехали через golden gate bridge это красивый мост заливом поедем через golden gate bridge вот и заснимем она мне говорит миша если ты на ютюбе посмотришь там может уже тысячи раз кто-то проехал и заснял я говорю да говорю но это же мой комментарий я же расскажу то чего другие не рассказали и я может быть даже я расскажу то но я расскажу не так я может быть какой-то анекдотец какой-то там то есть и человек не приходит смотреть на golden gate bridge это можно там пойти фотки посмотреть или там я не знаю какую-нибудь документалистику но он же идет блогера смотреть что этот блогер рассказал вот о том что алла рассказала про вот этот пирожок если алла говорит я свою личность свою персонал эти свой я убираю из этой картинки то остается только торт или там каша или там ну что там конкретно пирожки но мы же мы же выходим некое пространство и мы конкурируем за внимание людей потому что все хотят внимания людей и каким-то образом вы должны это внимание получить значит либо выгодите я безличный человек который под музыку которая накладывается еще на мой голос вас не всегда легко слушать значит я под музыку что-то рассказываю руками вот это вот люди приходят на мои руки посмотреть эти либо они приходят калия а это другое дело совсем эти вам нечего стесняться вы вы прекрасны вам вам не надо стесняться вы делаете что-то поэтому я смотрел на канал аси вот но и не с нами вот я аси очень люблю это может может сказать друг на что мы я часто показываю нас на канале она потрясающе и вот я смотрю аси у нее как бы на все время на экране так как противоположность вот тому что алла делает с кулинарным этим хозяйством алла спряталась а ася она вся вот вот тут вся на экране и я же я же в жизни знаю она прикольная она с юморком она такая знаете вот мы когда вы на картинку смотрите которые на видео ставят эти самые заставочки вот эти вода она там такая игривая так и так в очках таких интеллигентных такая кудряшечка вот а я потом на канал захожу я хочу видеть вот эту вот эту асю я хочу видеть которая в кудряшечке давайте которая такая пикантная все такое кстати там доктор наук понимаешь а такая вот еще вся еще что-то интересное рассказывать чего к чему это все говорит самое главное что есть у вас на канале это вы все остальное что у вас там есть все остальное есть еще тысячи мест ну правда вот согласитесь не то что мы как бы обладатели какого-то абсолютно уникального контента даже я вот когда я говорю что я 30 лет там живу в сша и там и тогда есть люди которые пять лет живут и знают больше чем другой там сто лет просто не это так просто сказать-то можно но но дальше что из этого то есть есть люди которые знают все любое знание доступно в сети поэтому так адмит еще кто-то подошел татьяна значит и я я хотел начать с того чтобы мы с вами сделали то что всякому бизнесу говорят надо сделать вот если пойдете на курсы как вот бизнес вот какой у тебя мишин стейтмент и я вас спрашивал там в чате да я вот для чего вы да для кого вы кто ваш зритель вот там три предложения значит мишин стейтмент я не увидел на самом деле вот то что вы там писали ну исходу в исходу тут бросили там брось там написали и если мы не напишем этот мишин стейтмент и не скажем себе четко вот я вот это и для того чтобы написать этот мишин стейтмент надо себя почистить потому что много наносного много такого что мы разбрасываемся мы это хотим и это хотим это хотим и еще хотим и я мог быть самый большой грешник то есть я все хочу и у меня сразу все и мне говорят у тебя канал не может взлететь, потому что слишком много тем, которые продвижением занимаются, нельзя такой канал никуда продвинуть. Но в этом случае не о продвижении, а о самореализации. Если ты блогер и если самое главное у тебя на канале это ты, то тогда вопрос зачем ты это делаешь, почему тебе это надо. И у нас могут быть очень разные причины. Я не говорю о том, что под видом блогинга идет какой-то коммерческий контент или, скажем, контент сам по себе не коммерческий, но это как бы такой public relation. Вот мы показываем этого человека, вот он себя показывает для того, чтобы привлечь людей, которые потом окажутся клиентами, я не знаю, зубную пасту у него приобретут или еще что-то. Те же курсы по тестированию. Я вижу очень много блогов, где люди хотят продать курсы какие-нибудь, по тестированию, программированию, там еще чему-то. И для этого они делают этот блог, и у них не получается блог. Потому что для того, чтобы делать блог, надо быть блогером, надо самореализовываться через блог. А если они пришли с коммерческой мыслью какой-то, понимаете, там говорят, девушка там, как вас зовут? Да знаем мы. Что тебе надо-то? Вот. Как зовут ему? Подавай. Вот. То же самое и здесь. Знаете, он приходит с каким-то намерением, а косит под блогером. Значит, мы говорим сейчас о блогере, который хочет что-то сказать. Какая причина? Для чего? Ну вот давайте мы... Так, где у нас... О, Алла с кулинарным блогом. Аллочка, что вы хотите сказать? Для чего вы этот блог делаете? Понимаете, я уточню вопрос. Я шире. Есть миллион людей, которые готовят. Есть фейсбуки, есть инстаграмы, они с фотографиями. Вот у меня жена тоже, она что-нибудь сделает такое диетическое. И так оно выглядит, и она сразу раз его в инстаграм. И там люди говорят, ой, как хорошо выглядит. Вы делаете видеоблог, вы показываете этот процесс. Вы еще и рецепт даете, правда? Прямо в описании к видео. Вы видите это, 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 это. Значит, зачем вы это делаете? Видео зачем делаете? Добрый вечер всем или доброе утро. Здрасте, здрасте. Ну, просто для начала я, наверное, просто сначала как бы попробовала снять. Дочка говорит, мама, ну, давай, раз ты готовишь все равно, давай попробуем, снимем, выложим в инстаграм, в ютуб. Хорошо. Сначала я попробовала в инстаграм, это мне очень понравилось. Именно видео в инстаграм или фотками? Видео, видео. Но я там не озвучивала, я просто выставляла коротенькие видео. А дочка какого возраста? 13 лет. Шикарно. Значит так. Дочка сама интересуется готовкой или просто руководит вашими действиями со стороны? Нет. Нет, она спортсмен у нас. Спортсмен. Послушайте, а вы попробуйте ее привлечь. Мама и дочка, так? Она заодно научится немножко готовить. Какое-то общение у вас будет происходить живое. Но только, понимаете, хочется видеть людей, которые что-то готовят, а не просто руки, которые без людей. Может быть, вам как-то вот с этой стороны... Дочка прекрасна, мама с дочкой шикарна. Это сразу, мне кажется, уже становится интересно не только мамам, которые готовят, но и девочкам, которые там могут посмотреть. Тем более, если она у вас спортсменка, да, наверное, она и выглядит хорошо, и так как-то... Ну, в основном, не бойтесь быть блогером, поэтому не стесняйтесь. Потому что вы как-то, я вижу, вы как-то так мнетесь так. Типа, я вот стесняюсь себя показывать там. А что вам стесняться-то? Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Еще пока это не настроилось. Хорошо. То есть, вы хотели попробовать... Ну, подождите, давайте так, в идеальном раскладе. Если бы все было просто, ну, обалдеть, чего бы вы ожидали? В каком формате вы бы хотели видеть результат вот этого? Ну, как бы я начинала, я ничего не ожидала. Я просто вылаживала, выкладывала, как бы, видео. Просто пробовала. Вы где живете-то? Аллочка. В Николаеве, Украина. Понимаю, понимаю. В городе Николаев. Николаев, ну, что, знаем. У вас там корабли строили раньше, поэтому не знаю, как сейчас. Да, да. Верфи были, да. Ну, хорошо. Значит, сколько у вас на сегодня подписчиков на канале? 1171. И за какой срок это произошло? Вот седьмого... Какой сегодня? Шестое? А, седьмого мая будет полгода, шесть месяцев. Ну, послушайте, неплохо. Я бы сказал, что неплохо. Учитывая, что канал кулинарный, каналов таких, бог знает, сколько есть. Теперь вопрос. Ваш зритель, он пишет комментарии? Кроме того, что, ой, как хорошо, там, или там взаимная подписка. Вот что-нибудь пишет такое по содержанию? Да, да. Что пишет? Ну, немного, конечно, но пишет. Что? Есть, ну, там, спасибо. Вот буквально там куличи были последние. Вот писали, что получились. Спасибо за рецепт. Нет, ну, подождите. А что-то такое, ну, кроме спасибо. Ну, общение есть с людьми? Просто общение. Кто-то рассказал свою историю или там, может быть, как он что-то делал. Такого нет. Это говорит о том, что отсутствует элемент персональный. Они не пишут вам, а они пишут куличу. Понимаете, да, получается? То есть, они говорят, ой, кулич. Ну, хорошо. Дойдет ли то колесо там до Санкт-Петербурга? Или там до куда-то, вон у Гоголя шло это колесо? Вот. Хорошо. Значит, у вас на самом деле пока что нет четкой идеи о том, ради чего вы это делаете. Правильно? То есть, вы как-то говорите, ну, вот, дочка сказала, я пошла, сделала. Кто снимает? У вас прилично снято. И картиночка очень хорошая, мне нравится. Кто занимается? То есть, вы такой художественный человек такой, да, или что? Какие-то у вас наклонности? Нет, а как я? Там же ваши руки ходят, а там камера. Она просто на стоечке стоит. Ремонтируете сами? Да. Сначала дочка делала, а потом сама. Слушайте, откуда вы беретесь с таким? Я поражаюсь. Вот просто же, вы кто по профессии-то? Алла. Домохозяйка. Понял. Образование какое? Экономическое. То есть, просто вы талантливый человек в этом смысле, потому что вы действительно снимаете красиво, и картиночки у вас красивые. Молодец. Вот я так не могу. У вас качество съемки и качество картинки намного лучше, чем у меня. Я думал, может, вы там, кто-то у вас есть, нет, но профессионально занимается там или что-то такое. Хотя Ася вам говорила, добавить сексуальности к картинке, да, или так как, там, гастрономический такой оргазм. Вот. Ну, хорошо. Ребят, давайте вот мы посмотрим на Аллу. У нее тысяча подписчиков, что неплохо. Уже совсем неплохо. Что бы вы сказали, Алла может попробовать делать? Чтобы стало больше людей, чтобы, может быть, какой-то появился элемент общения за пределами того, что это кулич там или яйца крашеные там или вещества. Наверное, надо себя показывать и вопросы задавать, с публикой немножко разговаривать. А как там спрашивают, как вы делаете? Вопросы задавать хорошо. Или, а напишите мне, что вы хотите, чтобы я приготовила что-нибудь такое, может, интеракция немножко. Я поддерживаю очень хорошо. Да, интерактивность. Понимаете, когда человек с вами общается, так у него появляется отношение с вами какое-то. Вот сейчас они посмотрели на рецепт. У них не возникло с вами отношение. Когда вы обменялись какими-то советами, комментариями, когда человек уделил лично вам какое-то внимание, вы становитесь ему дороже. Интересно, да? Чем больше внимания я вам уделил, тем более вы мне дороже. Поэтому, если вы спросили, ребята, а что вы хотели бы там приготовить? Может быть, у нас какие-то вопросы есть. Я не знаю, вы готовите что-нибудь без сахара или без углеводов? Понимаете, в чем тонкость? Есть много людей, которые не очень здоровы. И для них гораздо важнее, скажем, вот этого, это и этого, то, что он, в принципе, может это есть. Потому что оно там на кето или потому что оно без сахара, или потому что оно там низкокалорийная диета, еще какая-то. Еще какой-то отдельный такой рынок. Но там уже возникают эмоции. Когда у человека болячка, когда он чего-то не может есть, когда ему нашли какое-то решение, вопросы, которые, ну вот, жизни нет, понимаете, и так далее. Вот тогда возникает отношение какое-то. Я не говорю, что давайте специализироваться там в той диете или в этой. Я не знаю, может быть, оно вам и не близко. Но вот то, что Лилия, это как вас зовут? Лиля. А, так и зовут. Да. Это оригинально. Вот, значит, то, что Лилия говорит, мне очень нравится, как бы резонирует. Так, там Павел хотел что-то сказать, да? Вы так руку тянули. Да, да. Ну, в принципе, я примерно то же самое и хотел сказать, что добавить индивидуальности, то есть вот чего-то своего непосредственно. Да. Вот, собственно говоря, это то же самое практически, что Лиля сказала. Отлично, отлично. Насчет комментариев. Когда вам люди пишут спасибо, вы что-то отвечаете или, может быть, просто там сердечко ставите? Какие ваши действия в отношении… Ну, пожалуйста. Нет. Пожалуйста не требует продолжения. Пожалуйста не требует продолжения. Вы не вступили в отношения. Понимаете? Вот, значит, вам человек говорит спасибо. Вы говорите, ой, это вам спасибо. Значит, если там хотите какой-то рецепт или какой-то вопрос, пишите обязательно, я с удовольствием вам отвечу. Но не пишите это как copy-paste, вот всем одно и то же. Вот так тоже нельзя. Пишите индивидуально. Вот я вам скажу, у меня есть такая фишка, странно, я вот не нахожу себе объяснение, но каждый день там пишут какое-то количество людей, которые хотят попасть там в тот или иной класс. И я пытался пользоваться заготовленными такими блоками. Там раз copy-paste, copy-paste, туда ему в ответ. Я ушел от этого. Один и тот же текст. Я могу в течение дня пять раз написать, ну, небольшой, конечно. И я каждый раз, когда его пишу, там какая-то другая энергетика в этом текст. Я пишу немножко другими словами. Я не копирую из мозга. Я каждый раз немножко по-другому пишу примерно то же самое. Но я чувствую, что у меня с человеком есть общение. Я ему отвечаю. Я не послал его вот этим copy-paste, а я лично включился, и я пошел с ним разговаривать. И они это чувствуют. И они тоже, казалось бы, в таких формальных, в общем-то, рабочих отношениях, и они тоже начинают как-то проявляться более индивидуально, понимая, что им не copy-paste. Понимаете? Идет. И используйте комментарии. Самые замечательные комментарии вот такого плана вы можете перевернуть в вопрос, который вам зададут. Или там сказать, приходите. А какие еще каналы вы смотрите? Или а как вы нас нашли? Как они попали на ваш канал? Ну, спросите у них. Ну, они же, они говорят там, они вам поставили лайк. Ну, там не лайк, там написали лайк, словами написали лайк. Вы говорите, спасибо большое. А как вы нашли, а как вы попали на наш канал? Ну, дело в том, что канал, он еще не сильно как бы большой, да, и там в основном много кто пишут комментарии, тоже такие же, как и я. Ну, еще раз. Либо вы бессознательно отвечаете что-нибудь, там типа спасибо, либо вы думаете о том, что любой комментарий – это уже приглашение к общению. Я вот люблю рассказывать такую мульку, что вы можете, если я приеду к Равину, то зададите самый идиотский вопрос. Равин никогда не скажет, боже, как тебе в голову такая чушь пришла. Он радуется вопросу. Не потому, что этот вопрос ему чем-то интересен, но потому, что у него появилась возможность поговорить. Понимаете, если мне не задали вопрос, так я не смогу о своем поговорить. Не важно, что он там спросил, я всегда говорю о своем. Ну, через его вопрос, но у меня ничего нет больше, чем свое. Понимаете, но он своим вопросом включил меня на его проблемы, и я начинаю о своем через его проблему разговаривать. Поэтому, если мне вопрос не задали, так я сижу, молчу, я не пристаю никому. Но если человек говорит «Привет», говорит «Привет, а где вы живете? А чем вы занимаетесь? Как вы нашли наш канал?» Ну, в конце концов, ребята, мы можем отдельно сеть и там задачу такую поставить. Вот, допустим, какие вопросы можно написать на «Привет». Потому, что он говорит «Привет». Что можно ответить на «Привет» с тем, чтобы человек как-то вовлечь его в какое-то общение. Ну, хорошо, то есть мы так, на примере Аллы, мы посмотрели, что индивидуализация какая-то должна, персонификация должна произойти. И самой Аллы, я думаю, что еще дочка, наверное, хорошо бы пошла. Еще так вместе, мама с дочкой. Что может вообще шикарнее, чем мама с дочкой, которая что-то готовит? Вот я вот как человек постарше, особенно если девочке 13 лет, эти подростки, они же такие, прям энергия такая и так далее. Что-то у нас Юля хотела сказать, да? Да, я хотела, когда спросили совет какой, и я стала думать, вот как зритель. То есть вот как зритель, я же тоже смотрю кулинарные каналы иногда, когда мне надо что-то выучить, новое блюдо какое-то. Вот мне нравится, когда люди делятся своими какими-то секретами. Я канал Аллы смотрела, ну, так, некоторые видео, я не знаю в общем и целом. Мне нравится, когда блогер кулинарный понимает, какие есть проблемы в приготовлении. Вот, допустим, если бисквит, у многих не получается сразу с первого раза. Не встает. Да, а когда задаешь вопросы, что не получилось, все делал по вашему рецепту, там все соблюдал, говорят, ну, значит, вы там, не знаю, практикуйтесь. Но это не ответ. То есть вот когда есть какие-то секреты такие, вот, когда именно тебя понимают, что тебя вот как непрофессионала, там, которого, может быть, нет столько опыта, как у блогера. И тогда это больше доверия, скажем так, и хочется еще дальше по следующим рецептам готовить. Вот, не знаю, это хорошие церемонии. Ну, хорошие в каком смысле? Что вы говорите о том, как дать больше валью ценности тому, что происходит. Потому что одно дело ты показал, а другое дело ты сказал. Вот смотрите, в этом месте вы можете проколоться тут, а в этом можете проколоться тут. То есть когда у тебя есть опыт, и ты что-то рассказываешь, я когда урок веду, и там рассказываю про тест-кейс, например, да, там, не бог весть там, что ли. Но я уже столько видел, что люди творят с этим тест-кейсом, что фактически мой рассказ построен на ошибках других людей. И я строю это так, чтобы не просто рассказать про тест-кейс, а чтобы не влететь во все эти вещи, которые я точно знаю, что люди влетают и часто влетают. Может быть, у вас нет такого опыта. Понимаете, если бы вы вели кулинарные курсы где-нибудь, то, может быть, у вас был другой рассказ совсем был. А вот такой вопрос. А, вы, когда делаете этот твой рецепт, вы смотрите, что на эту тему есть у других людей? Или вы просто делаете его и делаете? Просто делаю и делаю. Ну, я думаю, что если вы посмотрите, чего есть... А вы вообще смотрите кулинарные каналы других людей? Ну, да. Но у них же какие-то фишки есть. То есть я иногда смотрю не потому, что я сготовить хочу, а я просто восхищаюсь искусством, понимаете, которое прет оттуда. Как они там этими ножами своими, как у них все, каждое движение выверено. Боже, это иногда просто можно в цирке показывать, и вот люди будут вот так вот смотреть. Или там где-то просто как они там это все делают. А еще комментарии какие-то, где-то с юморком. Или там, допустим, вот, как называется передача-то? Макаревич там ввел, да? Или не только Макаревич, там другие люди есть. Другие известные люди, он что-то там готовит. Ну, вы идете смотреть Макаревича, который готовит, а не то, что вот там какие-то руки что-то готовят. Правда? С комментариями, с хохмочками, с прибаутками. Правда? Да? Ну, это же Макаревич, правильно? Правильно. Это публичная личность. Он просто очень известный. А вы, может быть, не такая известная. А если как личность... Вот интересно смотреть на публичную личность. На личность интересно смотреть. В публичной личности есть хайп некоторый. То есть он говорит, ой, там Шварценеггер, там что-то такое. Ой, там Илон Маск. Но это не значит, что он, допустим, вы менее интересный. Просто если человек уже на вас смотрит, да? То вы должны использовать эту возможность, чтобы показать, что вы не хуже этого и этого. Вы тоже личность. Каждая личность. Вот мы все дети одного создателя. Он никого из нас не обделил. Он нам всем дал. В общем, так дал, что мы за всю жизнь не расхлебаемся. Значит, все это собрать до кучи и задействовать. Поэтому у вас ничуть не меньше. Вы себя не принижаете. Есть много тоже кулинарных каналов, и они себя не показывают. Тоже только просто руки. И там по несколько миллионов подписчиков у них. Значит, они умеют раскрутить. То есть они не только контентом, не исключительно контентом, а еще чем-то. Потому что... Ну, еще раз. Какое бы блюдо вы ни делали, это блюдо есть во многих местах. То есть много народу рассказывает, но почему-то кого-то смотрят. Я не знаю, может быть... Есть ли люди, которые умеют раскручивать? Это отдельная история. Но мы сейчас вот эту часть не берем. Хорошо. Тут мы Аллу затюкали совсем. Так, давайте, значит, мы... Хорошо. Значит, все-таки я думаю, что Алле надо было бы подумать на тему о том, для кого она это делает. Все-таки вы снимаете. Вы тратите время, силы. Вы выходите с этим. И всякая работа должна быть оплачена. Понимаете, или так скажем, есть баланс, баланс должен быть всегда между брать и давать. Если вы что-то даете, а вы тратите время свое, да, и силы, и эмоциональные, и так далее, вы что-то даете. Значит, вы должны что-то брать. Вы должны получить что-то взамен. Вот насколько дал, настолько получил. Поэтому вопрос там, вы чего получаете? Или чего хотите получить? То есть, может быть, у вас отсрочено это получение, но вы для чего-то же это делаете. Внутри вас что-то сидит. Вы должны его там и внутри из себя вытащить и спросить себя, что это внутри меня, что заставляет меня вот этим делать, вместо того, чтобы там я не знаю, что еще делать. Что там, в Николаеве нечем заняться, что ли? А вы, тем не менее, это делаете. Поэтому я думаю, что это вот то, на чем надо подумать. Это непросто. То есть, все, что вы скажете в течение минуты или десяти минут, это не оно. Тем более, у вас явно не сформулировано, но оно есть там. Важно понимать, что оно есть. Тогда вы начнете формулировать. Хорошо? Так. Ну, давайте на Лили. Она у нас по центру сидит, улыбается. Девушка красивая. Давайте про себя. Что у вас там в Германии происходит? У нас локдаун, тихо. Хорошо, а где вы проживаете? В городе Гетцинген. Это Нижняя Саксония. На юге. Это, помните, у Пушкина Ленский с душой, прямо Гетцингенской. Ленский учился в Онегине. В Гетцингене. Понимаю. Я тоже здесь училась и осталась. И, вы знаете, я очень много конзумирую YouTube. Я смотрю многих блогеров, и поэтому у меня такая география широкая. Вот вас смотрю. Смотрю из Америки, из Франции, из Турции, иногда из Испании. В общем, разные. Я некоторых блогеров смотрела, смотрела и думаю, я тоже так умею. И поэтому начала. Мне просто захотелось, почему я это начала. Я решила, что есть некоторые вещи, которыми могу поделиться. Например, то, что видела, и какой-то опыт. И потом подумала, можно посмотреть на себя со стороны. Как ты выглядишь? Ты себя представляешь с одной стороны, как бы, одним человеком, а так смотришь на видео, какая-то немножко другая. Привыкнуть надо немножко. Да, мне вот это интересно. Хочу сказать, что вы Ленского обставили. То есть он тоже мог остаться в Германии. Да. И чем кончилось, вот обратите внимание, понимаете? Да, так что вы даже как бы дальше пошли. Ну да, нужно так, нужно делать. Я только уточню, Тонка. Значит, у вас как давно канал, сколько там подписчиков? Я начала в сентябре 2020 года, в прошлом году. Ну, и я как раз была во время локдауна, ну, можно было путешествовать в определенные страны. И я поехала во Францию на машине, было такое большое путешествие по Франции, и я вот с этого начала. И у меня на данный момент, ну, мне кажется, очень мало подписчиков, 381 всего лишь. Люди заходят, так посмотрят, не знаю, но я не профессиональный тревел-блогер. Что пишут? Что пишут? Разные вещи. Про Францию в основном писали, ой, как красиво, там море красиво-красиво. А вот из Германии здесь больше уже интересуются чем-то определенным. Иммиграция? Иммиграция. Меня этот вопрос, знаете как, не то, что не интересует. Я не знаю, это нужно заняться для того, чтобы его освещать. Я уже это все забыла, потому что 19 лет живу в Германии. И я думаю, мой опыт, он не будет таким показательным для большинства. Это очень узкий. Я приехала как студентка, то есть я приехала сюда учиться и закончила университет. А многие приезжают как переселенцы из Казахстана или по рабочей визе, вот есть определенные профессии, принимают. И мне кажется, мой опыт, он не такой по иммиграции интересный. Я думаю, что очень интересный. Думаете? Через студенческую визу, ну, конечно, наиболее динамичная в смысле иммиграция часть населения – это молодежь. Ну, вот я думала сказать, такое видео тоже… Вот смотрите, каждые пару лет Левада-центр публикует опрос, сколько населения хочет куда-то уехать, иммигрировать. И вот у них там есть возрастная категория такая студенческая, я не помню, от 18 до 25, ну, грубо. И каждый раз они это делают, там, 40% или там 42% хотят уехать. Из них 95% даже не участвуют в лотерее Гринка. Понимаете? То есть их желание уехать, оно как бы такое никакое. Но, тем не менее, это информация. Поэтому он студент, студент тут, студент там. Значит, вы могли бы там сделать… Вот я думаю, что если мы все вместе соберемся, мы вам накидаем десяток тем, на небольшие видео, там, может быть, на 5-7 минут каждая, да? Тем, которые заинтересуют молодняк. Ну, вот, например, я сходу, не задумываясь, значит, я могу, например, там, учебу в Германии, да? Скажем, как быть с немецким? Вот человек живет там, я не знаю, там, в Северодонецке, условно. И думает поехать в Германию. Значит, учеба в Германии. А что с немецким языком? Как быть? Откуда он возьмется? И какие требования? Куда бежать? Шаг 1, 2, 3, 4, 5. Как? Второй вопрос. Деньги. Вот я хочу учиться в Германии. Деньги. Значит, оно платное или оно бесплатное? Или оно бесплатное, мне еще стипендию дадут? Или я могу на месте подработать? И так далее, и так далее. Визовые вопросы сейчас, как бы, обострение в связи с пандемией. Мы сейчас, может быть, не трогаем, но можем поговорить, как оно обычно работает до пандемии. Вы можете позвать, там, пару-тройку студентов поговорить. Вы можете позвать блогеров, которые из Германии, там, вещают на те, на другие темы, на десятые темы. Вы можете их к себе позвать, они с удовольствием предподойдут. Так? Значит, и... Да, основание в Германии. Вот ты приехал по студенческой визе. Какие у тебя шансы потом остаться? Потому что одно дело, я поехал в Германию, выучился там, и, значит, там, не знаю, и вернулся обратно к себе. Неизвестно куда, неизвестно зачем этот немецкий язык там и так далее. Ну, в лучшем случае, он в Москву поехал, там, или в Питер. Либо я могу приехать и через образование эмигрировать, построить совершенно другую жизнь. И это не обязательно в Германии. Я могу легализоваться в Германии, а потом поехать в любую точку Евросоюза и так далее, и так далее. Я думаю, что если вы начнете смотреть иммиграционные ролики, которые снимают блогеры из Германии, то есть не только в Германии, там, в Дании есть пару человек, я вот видел там, показываю себя. Если вы начнете иммиграционную тему, разрабатывайте, причем не делайте большой такой на час. То есть вы можете сделать на час, если хотите, но, в принципе, сделайте 5 минут, там, еще 5 минут, еще 5 минут, еще 7 минут. Потому что, когда ролик там 5 минут, больше шансов, что его, ну, просто захотят посмотреть. Вот я с Асей тоже, вот там, я говорю, Ася, говорю, а что бы тебе не 20 минут делать, а там 5-7. Она говорит, так люди полтора часа на эту тему разговаривают, у меня и так короткие. Это правда, это правда. Ну, вот, я, ну, сейчас Аси нет, я, например, помню, какой-то я сюжет смотрел, там видео было ни о чем, ну, нет, оно было о чем-то, оно было коротенькое. И там, значит, про английский язык, там маленькая фишечка, вот говорят, если пишутся две буковки T и R, T и R, вот это первое слово там, вот там пишутся, там трак, да, трак, вот там тракер, оно не произносится T и R, оно произносится через Ч, трак, трак, трейнинг. Трай, 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 там немножко чей идет, понимаете, не трай, потом идет трай. Ни о чем, ну, в смысле, маленькая пятитюлечка, и там, может быть, на минуту разговор. Вот, и человек за эту пятитюлечку будет тебе благодарен, как я не знаю что, потому что он этого не знал. Это придает ему совершенно другое звучание. Он не звучит уже, как вот там деревянный какой-то приехал, понимаешь, а он уже с каким-то элементом местного. Но если он таких фишечек наберет десяточек в течение месяца, у него будет другой язык, и он увидит... А ну вот, я сейчас думаю как раз о том, чтобы сделать серию видео, как изучать иностранные языки, потому что я изучала там где-то шесть языков. Шикарно, шикарная тема. Дальше, тема немецкий язык. Вы не педагог немецкого языка, правильно? Какое образование? У меня педагогическое есть в России, но здесь филологическое. Какое филологическое, что у вас тут? Филология, у меня славянская филология и немецкая филология. Шикарно, вы филолог. Есть какая-нибудь там мастер, PHD, что-нибудь такое? Мастер. Мастер, хорошо. Вы немецкий мастер по немецкой филологии. Значит, какие-то... Вы можете немножко пойти в язык. Вы не должны идти, сделать ваш канал для тех, кто изучает язык. Вы делаете ваш канал для аудитории, которая в сто раз шире. Туристы. Он поехал туда, поехал сюда. Как вот... Ну, как? Меня уже спрашивали, кстати, там пару фраз немецкий для туристов. Вот что-нибудь, такую серию сделать, разные полезные фразы, да? Да, да. Ну, значит, например, да. То есть у вас колоссальный простор. Вы находитесь на месте, вы свободно говорите на языке, у вас еще образование филологическое и так далее. Вы можете с языком немножко. Вы можете показывать иммиграцию как бы успешную. Да, то есть, вот, допустим, человек, у него там свой ресторанчик, кто-то там уроки музыки дает, кто-то, ну, что бывает такого коммерческого. Я не знаю, кто-то, может быть, по строительству там ремонтом занимает, там антенны устанавливает, спутниковые. Неважно, очень много есть людей. Вот возьмите газету, в этой газете там «Тьмущая народа». Значит, вы, ну, я не знаю, есть там на русском языке газеты или там веб-сайт есть. Может, есть. Ну, наверняка есть. Значит, вы идете к этим людям, так, и говорите им, и смотрите, чтобы он интересно мог рассказать. Обычные люди, которые в бизнесе, они о своем бизнесе очень интересно могут рассказать, но не все, не все. Вот. Вы можете пойти к немцам каким-то, которые любят поговорить, и как бы там с субтитрами там или как, о чем-то, я не знаю. Но, то есть, у вас много-много-много-много разных направлений. Вы можете посмотреть на блогеров, которые из Германии вещают, и посмотреть, где у них много просмотров. Что люди смотрят у блогеров. Когда ругают Германию. Когда ругают Германию. Там много просмотров. А, так это и Америка тоже. Да, когда. Да, я знал людей, вот там есть один чувачок, он сейчас слился, то есть его закрыли, убрали у него все видео. То ли это YouTube его слил, то ли он сам слился. Он, значит, промышлял тем, что, значит, там писал гадости про Светлану Каф и про меня. Вот. И он на этом деле, он вырос там за несколько лет до тысячи примерно подписчиков. А после чего он в течение буквально двух месяцев вот в районе выборов наших там агитировал за Трампа и там, в общем, и так далее, и так далее. И у него стало 12 тысяч подписчиков. Вот. После чего его слили. Поскольку Светлана в суд обратилась на него там и так далее, в общем, куда-то он там делся. Я просто чему рассказываю, что человек за три года имел тысячу подписчиков на каком-то таком, на токсичном таком негативе лживом. А как только он пошел про Трампа, то он сразу там набежали. То есть, вот что вы говорите про Германию. Будете ругать, будет много подписчиков. Но это будет не ваш зритель. Нет. Вы не хотите этого зрителя? Я смотрю, мне это совсем не нравится. Хорошо. Давайте вернемся немножко к вам как человеку, который зачем то это делает. То есть, у вас есть чем поделиться, и вы просто любите делиться или что? Да, мне нравится делиться. Хорошо. Например, то, что я вижу, или вот какие-то мысли по поводу локдауна. Или, допустим, я вот недавно делала видео, но мне кажется, у меня публика не совсем там. Мне нравится тема урбанистики. То есть, как построено здание, благоустройство, градоустройство. И я показывала, как немцы делают, вот как сохраняют старинные здания. Немножко покритиковала Россию там. И показала, или как они сохраняют старый. И наряду с этим стоит параллельно современная постройка, как это уживается. Но мне там публикает. Ой, да, интересно, красиво. Но я смотрю, что это не для них. А как-то другие еще не пришли. Ну, в общем, я освещаю события, которые у нас в городе происходят. Культурные или, допустим, демонстрация какая-то. Также вот вирус немножко, урбанистика. Иногда он интервью, там брала у художника интервью. Значит, вы фактически, вы такой, вы человек-влогер, который просто не может молчать. Я общительна. Которому хочется общительна. По гороскопу кто будете? Рак. Ага. Ну, в общем, вы общительный человек. Вам хочется поделиться. Вы не можете в себе держать. Да, мне нравится. Я сам такой. Вот. Ну, понятное дело. Значит, 300. Странно, что у вас всего 300 подписчиков. А видео сколько? 43, по-моему, сейчас. Вот не знаю. Я иногда думаю, может быть, чего-то не хватает. Там какой-то харизмы. Или, может, практической информации. Поэтому люди не приходят. Давайте вот что. Мы будем, каждый из каналов, будем отдельно потом посматривать и там как что-то советовать. Я еще ваши не посмотрел. Хорошо. Что я как бы, как человек, который взялся вести там этот семинарчик, я каждого из вас покажу у нас на канале. С тем, чтобы, я не знаю, я не видел, чтобы с нашего канала куда-то пришло там 2000 или 5000 подписчиков. Я такого не видел. Но если вас посмотрят, ну, допустим, 10 тысяч человек у нас, то, может быть, там 200, может, 300 подпишут. Но, еще раз, если вы будете соответствовать тематике вот этого канала, да, где люди, скажем, многие интересуются и миграцией, и в Европу тоже, и тем более сейчас в США какие-то сложности. И особенно в контексте событий, которые в России сейчас происходят, да, это, наверное, более актуально стало. И там еще есть такая фишка, что иммиграция в Европу, ну, может быть, не все страны, но многие, в частности, в Германии, на самом деле проще. То есть ты приехал, вот в Чехии, да, допустим, ты приехал, тебя берут на работу. Пожалуйста. Тебя взяли на работу, все. Ну, то есть дальше ты должен работать, ты, естественным образом, натурализуешься, получаешь этот типо грин-карты, как она там называется, и потом гражданство, и все. И никакой квоты нет. И, может, она где-то есть там, я не знаю, где, но я не видел. И там полно народа из Украины, России, Белоруссии на заводах работает, там не хватает, так сказать, в Чехии. В Германии то же самое, они пытаются айтишный сегмент как-то приближать. Ну, кто-то же должен рассказать. Ну, наверное, кто-то рассказывает, я не знаю, позовите иммиграционного адвоката. Давайте мы втроем сядем, возьмите иммиграционного адвоката, ну, хорошего, понимаете? Еще раз, нельзя тащить людей на канал, которые у них в каждом глазу по доллару, или там, что у вас там, по евро, понимаете? Должен человек, который любит поговорить, любит. Вот ему нравится, он не потому, что там за этим какие-то деньги стоят. Хотя деньги всегда где-то стоят, когда ты выходишь на публику, то кто-то, и ты работаешь с кем-то, чем-то. Неважно, ты сантехнику ремонтируешь, или ты учишь детей музыки. Но возникает доверие к человеку. Когда мы человека видим, особенно как он говорит, как он отвечает на вопросы и так далее, возникает доверие, и, соответственно, ты к нему идешь. Поэтому вам не надо самой разбираться сильно. Давайте втроем сядем, давайте я вопросы позадаю вместе с вами. Надо русскоязычного тогда найти. Нерусскоязычный не вызывает доверия. Потому что есть специфика. Есть специфика. То есть, когда мы говорим о человеке на родном языке, у нас уровень доверительности намного выше. Намного выше. Когда у человека опыт есть. Понимаете, вот, допустим, в Америке. Иммиграционный адвокат. Этот знает специфику нас. Вот там, если там, Россия, Украина и так далее. Что он с нами все время работает. Этот знает специфику, там, Гондураса и Сальвадора. Вот тот знает специфику Нигерии, там, Мозамбика и там, я не знаю чего. Но всюду есть специфика. Если он моей специфики не знает, если он говорит, ну, рассказывай, что там у тебя сейчас заполню и отправлю. Так нахрен вам такой адвокат нужен? Нужен человек, который вникнет в вашу историю с пониманием бэкграунда, с пониманием того третьего десятого. И сделает под вас с пониманием, кому нужно вот это вот абстрактное. Абстрактное, это вы рискуете очень сильно, это ничем не кончится. Да ему на вас начхать. Он берет ваш кейс, потому что ему денег дали. Когда ты берешь в своей комьюнити кого-то, у тебя уровень ответственности совершенно другой. Вот этот самый человек, если ты что-то сделаешь, он начнет шуметь, да? А тебя вообще там все отвернутся. Знаете, совершенно другой уровень ответственности. Поэтому, конечно, надо русскоязычного. Русскоязычного раз, харизматичного два, любит поговорить три. Но вы не ждете от него, что он там болтает все подряд, потому что это люди, ограниченные лицензионными всякими и этическими там всякими нормами, которые есть у профессионалов лицензирования. То есть посмотрите, я вас уверяю, что эти адвокаты, они все и так есть. В Фейсбуке там где-нибудь русскоязычном или там, ну, немецком русскоязычном. Да, вполне. И так далее. Они о себе давно все заявили. Кроме того, вы можете у одного, может быть, не адвоката, может быть, социальный работник какой-то, порекомендовать. Еще социального работника вытащить. Пусть человек, социальный работник, пусть он расскажет, какие пособия, какая поддержка вообще идет от государства. Вот приехал человек, и что с ним? Вот он приехал, например, обратился за статусом беженца. Например, что с ним дальше происходит? Может, его там в лагерь для перемещенных лиц помещают вместе с афганцами. Я не знаю, ну что происходит с человеком, который обращается за политическим убежищем внутри страны? Я не знаю, я просто по учебе, мне нужно самой разобраться. Да не надо разбираться. Зовите социал-воркера, который занимается абсорбцией вот этих вот каких-то консультаций. Адвокат – хорошо, социал-воркер еще лучше. Но это другой аспект совсем. Но скажите себе, поставьте себе задачу. У меня канал, на котором, если ты интересуешься эмиграцией в Германию, тебе не нужен второй или третий. Есть один канал. Мы не зациклены на эмиграции. Я тоже не зациклен на эмиграции. У меня там масса интересов. Но поскольку у меня зрители, которые интересуются, я для них, значит, я уже и сам со временем разобрался в чем-то. Просто потому что я слушаю специалистов. Вот он сидит рядом, я слушаю, я тоже, что он сказал, я запоминаю. Но приводите людей. Но вы скажите, поставьте себе задачу. Вот лучший канал по эмиграции в Германию. Это массовость. Через людей, которые интересуются абстрактной эмиграцией, вы расскажете и там про, не знаю, какой-нибудь замок 13 века, вы расскажете про путешествия в Прагу, вы расскажете про, как люди устраиваются, обустраиваются, чувствуют ли они себя дома. Можно ли в Германии эмигранту почувствовать себя дома? Да. Или для этого ему нужно валить в Америку или в Канаду, где все эмигранты, а он так и останется всегда вот этим вот, не поймешь кем. Вам проще, вы молоденькая, понимаете, вы приехали учиться, вам проще почувствовать себя дома. Особенно, если ты еще там замуж вышел, например, за местного там и так далее, да? Есть такое? Я нет. Вообще, это свободно. Да вы что? Ребята, я вообще поражаюсь. Ну, хорошо, ладно, значит, значит, с вами проще. То есть, вы человек, который не может молчать, который, естественно, хочет поделиться, поговорить и так далее, и так далее. У меня есть история о том, как моя бабушка однажды, она такая была блогер, но интернета не было, понимаете, в то время, и она, а я пацан был там лет 13, она полчаса по телефону с кем-то там разговаривала, и когда она трубку положила, я уже, я говорю, бабуль, я как-то звонил. Она говорит, откуда я могу знать, человек ошибся номером. Ну, понимаете, вот, это блогер, это настоящий блогер, понимаешь, он слушает, он вникает, ему хочется поделиться, у него есть вот эта вот эмпатия, вот это вот он сочувствует. То есть у вас гены? Я даже не знаю, что сказать. Скорее всего. Наши гены, они там, от Авраама, Исаака, Якова, еще те блогеры были, сколько тут воротили-то. Вот сейчас все их блоги изучают. Да, так вот, ну, просто уже так, знаете, по жизни, просто рождается человек, один рождается болтливым, и другой рождается там замкнутым. И так выглядит болту, но так говорит блогер. Ну, хорошо, блогер. Так, значит, хорошо, Лилия. Значит, еще раз, я абсолютно всех вас приглашаю, значит, чтобы вы у нас на канале, ко мне на канал, чтобы вы с вами сели, поговорили. Единственное, что мне, конечно, очень важно, чтобы вы определились, кто вы и что вы, чтобы вы нашему зрителю сказали, я вот это. Вот у меня тоже, когда я тестирование начал обучать, я видел, как люди вдруг преображаются, знаете, и я вспомнил эту песню, там, я был когда-то странный, игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет, это блогер, который непонятно для чего, где чего, и дальше вот это вот, теперь я чебурашка, и каждая дворняшка при встрече сразу мне лапу подает, значит, вот он стал тестировщиком, он теперь чебурашка, понимаете, вот вы сказали, это мой канал, это я, вот я это делаю, и вы стали чебурашкой, и вам каждый зритель в лапу подойдет, это интересно, он может быть не подписался, но он знает, что есть такой человек, если где-то что-то, где-то как-то, рикошетом, раз, он к вам, он знает, где посмотреть, и любая иммиграционная тема, вот у нас на канале, когда говорят, вот что-то в Америке, какие-то проблемы, говорят, ну есть же еще Европа, таки да, есть, конечно есть, то есть это ваш, это ваш marketplace такой, вот, а чем вы занимаетесь, вот работаете, может быть? Да, я в софтверной компании работаю, Пасточка, а что делаете? А у нас такой, софт для, ну я особо не хочу много рассказывать, должность ваша какая, обязанность? Ну, я, у меня там, я тим лид, у меня есть свой тим. Ну тим какой? Саппорт, девелопмент, там, тестирование, чего тим? Нет, у нас прикладное, которое используют для определенных целей этот софт. Ну? Я вообще не программист. Ну хорошо, а команда людей, которые что делают? Они определенный, определенный сервис для наших клиентов. Хорошо. Теперь, значит, это какая-то существенных размеров корпорация или какая-то маленькая конторка, там 15 человек? Ну, это такая, не очень большая фирма. Значит, у вас есть тема, корпоративная Германия. Как люди работают? Какие взаимоотношения между людьми на работе? Отношения к иммигрантам на работе? Продвижение по службе? Значит, что нужно делать, чтобы продвигаться? Нужно ли лизать чью-то задницу? Или нужно просто хорошо работать? Или нужно там, допустим, постоянно учиться? Или что нужно делать? Понимаете? Нужно хорошо работать. Знаете, я вот так... Да, это хорошая тема. Я был на круизе, мы со Светой, я давно хотел через Панамский канал. И вот мы, значит, там ехали больше двух недель, там 18 дней. И где-то мы сошли в каком-то порту, там мы стояли в очереди на пограничный контроль. И там какие-то люди были, ну, такие американцы, такие кондовые из глубинки. Ну, такие приятные. И они, оказалось, что они педагоги, учителя в школе работают. И я говорю, да, какие-то чудовищно маленькие деньги. Ну, там вот буквально после института пришел педагог, там 22 тысячи долларов получает. А, допустим, который уже там 30 лет отработал, получается, я не помню, там 46. Я, как-то мне так поплохело от этих цифр. Я говорю, ну, может быть, какой-то перформанс-бонус там есть. Ну, и так мужик на меня смотрит и говорит, only if you perform with the principle. То есть, как бы, вот, так вот я к чему говорю, что, может, там тоже надо с кем-то там какие-то внеслужебные отношения вступать, понимаете? Я не знаю, но это же интересно. Вы можете, например, взять какую-то, допустим, немецкая пресса, где-то что-то произошло, харассмент какой-то. Бывает же в Германии харассмент на работе? Наверное. Не знаю. Вот, ну, допустим, значит, поищите. Вот, значит, вот такой случай, вот харассмент, насколько это типично для Германии, насколько это нетипично для Германии, значит, как отнеслась общественность, какой был резонанс. Тема, великолепная тема беженцев, Сирия, Афганистан, Ирак, вот эта вот тема. Вся Россия смотрит и ждет, когда рухнет Германия, как вот когда-то Рим рухнул. Загнившая. Рим рухнул от того, что вот эти там гуны, кто там пришел, значит, с севера, вот они пришли и рухнул Рим. Барвары пришли. Вот. И вот, значит, они все ждут. Сейчас Германия рухнет, а потом и Америка рухнет. Видишь, там беженцы пошли, там еще тема беженцев бесконечная? Да, эта тема сложная. Я уже об этом думала. А вы, пожалуйста, пригласите, пригласите двоих. Один за, другой против. Пригласите там, скажем, фашиста, коммуниста. Пусть они там, это одно и то же. Ну, пригласите там либералы и фашиста, да? И вот пусть они, значит, там это самое пообсуждают. Вот какие проблемы с беженцами там. Вообще проблемы. Есть в стране проблемы такая? Да, много. Может быть, они не хотят адаптироваться. Может быть, они хотят изменить страну под себя. Может быть, они работать не хотят. Массово. Всегда есть люди, которые хотят или не хотят. вот так вот, допустим, массово. Или они что? Или, допустим, они вот приехали, получили, там легализовались, а теперь они тоннами, там тысячами привозят своих родственников по воссоединению семей. Я не знаю, я просто предполагаю, например, вот скажем, мы когда... У вас в правильном направлении мысли все идут. Ну, мы проходили это все в США. То есть мы приезжали по беженской визе и в течение там буквально года-двух количество людей, которые за нами шли, могло быть 15, 20, 30 человек и так далее. То есть зависимость от родственников. Мгновенно привозили с родственника. Родители, брат с женой, туда-сюда родственники, жены брата, туда-сюда родственники. За мной по вот этой эмигрантской линии, вот я посчитал, что человек там 24-25. Они, может быть, и без меня бы приехали, но просто вот эта цепочка, вот это вот то, что там называют chain migration, по цепочке, по беженской цепочке, там просто как в космос улетаешь быстро, там не надо ждать 15 лет, когда, допустим, ты с родным братом, который женатый, с детьми, соединяешься в США. Поэтому, может быть, это проблема. Может быть, проблема в том, что в каких-то местах в Германии плотность вот этого дела выше, то же самое, как во Франции, например, и ты смотришь там какой-то город, который был исторический немецкий город, а теперь там 80% населения это не немцы, и они уже в Совете по селуковым, и уже какие-то там они решения принимают, и там уже построили три мечети, и немцы уезжают. Ну, я не знаю, я просто умозрительный это все, но это тема, которую вся Россия смотреть будет? Это точно. Ну, значит, вы не должны злобствовать там, да, но, может быть, вы должны просто возможность высказаться людям, которые кто-то позитивно смотрят, а кто-то негативно смотрят. То есть, вот, зачем Меркель привезла? Как немцы произносят Меркель? Меркель? Меркель. 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 Вы так, элф тоже так проглатывает. Меркель. Меркель. А Анжела, Анжела, как вы это? Ангела. Ангела Меркель. Ангела. Вот вы как. А у нас она Анжела. Ангела Меркель. Ангела Меркель. Окей, хорошо. О, тема. Да. Мы с вами, мы рванем тут с вами, это самое, у вас не 300 подписчиков будет, у вас там за месяц 30 тысяч будет. Михаил Петрович, вы пока говорили, я здесь уже записывала, что вы мне говорили. Вы мне целый план, наверное, на год уже дали. Не, ну подождите, мы в генереже в таком находимся. Значит, так, ребята, давайте самое, вот у нас русская жена. Высказывайте, а то вы там сидите, тихо только улыбаетесь. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я всех приветствую для начала, и я смотрю на время. У нас есть еще время? Ну говорите, что вы стесняетесь-то? Я стесняюсь? Ну и что? Я, главное, по-небратски не имею права стесняться. Вот. Теперь за Родину отвечаю. Давайте. Так чего? Так, у меня мое название канала, в принципе, оно говорит само за себя. Так. Я больше позиционирую и рассказываю, конечно же, о жизни в эмиграции, потому что это интересно многим. Живете где вы? Небраска, Омаха. Ух ты ж, ё-моё. Да. Так. Рассказываю о том, как можно жить в глубинке, потому что в основном очень много блогеров, они как бы про успешный успех, как прекрасно жить в этом месте, где уже миллион жителей, как прекрасно жить в этом месте. Я пытаюсь немножко сказать, что в принципе в этом месте тоже прекрасно жить. Как давно у вас блог, сколько подписчиков? У меня 1400 практически уже и плотная работа это 7 месяцев. Ребята, вообще я смотрю, за полгода можно неплохо раскрутить. Значит, тут тысяча, там тысяча, полторы тысячи. Хорошо. Значит. Да. Я рассказываю, в принципе, всё в такой иронической форме. Я не пытаюсь как-то... Я пытаюсь, чтобы людям было приятно слушать. Весело. Давайте так. Всё-таки. Вы это делаете для того, чтобы какая-то польза была. Допустим, какие-то девчонки лучше сориентируются и, может быть, их жизнь изменится как-то. Или вы делаете, потому что вам... Ну, просто вам не хватает общения, и вы просто общаете. Я понимаю, что у вас очень много общения. То есть вам люди пишут истории, да? Вам, наверное, очень персонально. Это вот то, что там у вас комментарии ваши. Хейтеры, наверное, уже есть. Удивительно. Хейтеры очень мало и очень долго не было. Все удивлялись. Не знаю. Как-то все правдиво верят в меня. Вы должны расти. Когда вы дорастите... Вот, например, раньше, чтобы хейтеры появились, нужно было там 2000 подписчиков, у тебя уже были хейтеры. Сейчас хейтер тоже, он, знаете, не бросается там на мелочок. Ему там 1010 подавай, понимаете? Но вы можете задеть хейтера тематикой своей. Хейтер может к вам прийти на гораздо меньше, так сказать, меньшее количество подписчиков. Были подобные случаи. Потому что вы его раздражаете тематикой. То есть вы не патриотичная, вы там это самое... Вышла замуж за американца, сжечь ее. Родину предала. Есть такое немножко. Есть такое. Есть отношения уже с людьми, вот, допустим, которые... Да, есть постоянная публика. Есть постоянная публика, в основном женский коллектив, ну и мужчины попадаются. И уже они принимают очень сильное участие, уже они делают какие-то рекомендации. Какая-то, знаете, такая своя тусовка заводится потихонечку. Я вообще понимаю, что довольно много девчонок замужем, и они блоги ведут, и так далее, в Америке. И, в частности, вот, когда мы с Олей... У меня вылетело... Брукман? А, Фальконе? Нет-нет, Оля Брукман, да. Значит, когда мы с Олей Брукман, я с ней записывал, я, знаете, никогда не знаю, что скажет человек-то. И я говорю, Оля, говорю, а вот, допустим, девчонки, которые вот там думают, хочу замуж в Америку, там, или что-то. Вот первый шаг. Вот первый шаг. Что ты скажешь? Вот с чего начать? Ну, я не ожидал. Она говорит, ну, первый шаг надо развести с тем, что едет. Да-да-да. А то, говорит, некоторые, они там ищут. Говорят, найду разведусь, а не найду, так буду с этим. Понимаешь? Это интересно, да-да-да. Да, это все очень... Слушай, а есть какие-то форумы большие, там, типа, Ева, Ру, там, или как они там называются? Какие-то, где невесты общаются? Я ничего подобного нигде не сижу, у меня все экспромтом идет. Я просто свой опыт рассказываю, иногда приглашаю гостей, но не только по поводу познакомиться с американцем, а вообще о том, как в Америке пытаются устроиться наши, и как они продвигаются, и чаще всего достаточно неплохо. Машина есть? У вас есть автомобиль, да? У меня почти у всех членов семьи уже автомобиль, да, мы в порядке. Давайте про вас, я не про то, что у вас денег нет, а потому что машина едет. Денег нет пока. То есть, нет, вы можете выехать из дома, вы можете поедать в магазины. Нет, я мобильная еще с России, я уже давно за рулем. Подружки есть там какие-то? Подружки есть, но мало. Мало. Какие, ну, клевые такие? У меня, у меня прикольно, у меня одна таджичка, одна казашка, а я татарка, и у нас такая банда непонятная. Понял. Татарка, казашка. У меня была студентка одна, приходит, казашка, говорит, Михаил, снимите со мной интервью, а то из Казахстана кого только нет, будет ни одного казаха. Говорит, у вас там и немцы, и корейцы, и уигуры, и татары, а казахов нет. Да у нас вот типа такого, такая маленькая компания. Компания какая? Вы что, вы там по рюмочке? Нет, я как в Америку переехала, вообще забыла, что такое рюмочка, не знаю, как-то коллектив здесь какой-то непьющий. Мы в основном ходим, достопримечательности смотрим, мы в основном интересуемся чем-то, потому что все занимаются своим бизнесом. Я единственный человек, который в найме, и то я только 6 месяцев в найме, они все бизнесвумен. А что они, какой тип бизнес у них там, клининг? У одной свой салон в сфере бьюти, у второй интернет-магазин. Вот у меня была клининговая компания. А это вы были на клининге, так, хорошо. И куда вы ее дели? Куда дели? В период пандемии я приняла решение, что я закроюсь, потому что это услуги, которые чувствительны к таким перепадам. И я решила в другую сферу пойти. Куда? Пока что я в найме. Куда? Куда в другую сферу? Я с мужем рассуждаю. Мы сначала думали, что надо пойти опять в найм, куда-нибудь там бизнес-администрирование, но сейчас мы уже склоняемся к тому, что, наверное, будем искать все-таки свое дело. У меня муж 20 лет в найме, он говорит, хватит, что я в найме. Давай, Игорь, ты дело какое-нибудь начнешь. Хорошо. Значит, мы возвращаемся к вопросу о том, зачем вы этим занимаетесь, как вы себя позиционируете, к кому вы обращаетесь, кто ваш, так сказать, target audience, вот эта вот целевая аудитория. Значит, понимаете, так, я понял из ваших слов, вы общительный, живой человек. Да, я достаточно публичная. Вы любите потусить. У вас есть о чем рассказать. Много чего. Вот, много чего. И вы рассказываете это не для того, чтобы, допустим, у вас был там миллион подписчиков или два. Вы не смотрите чужие каналы и не смотрите, ага, вот она сказала, а я сейчас пойду у себя, я это же расскажу, но по-другому. У вас свои темы, у вас свои дела. То есть, вы такой аутентичный, неиспорченный, ютубом человек. И вот, это то, что вы предлагаете. Фактически, вы фактически тип меня, у вас блог. Вот вы не можете молчать, вот у нас, или Лиля, да, прет и все. Вот, Паша, Паша, мне сказали. Свой личный бренд. Хорошо. То есть, мы на троих уже мы можем сообразить по-блогерски там все дела. Да, я через блог, для меня это экспириенс, для меня это впервые, вот, но это очень интересно. И знаете, когда я начала заниматься ютубом, мне стало намного интереснее, потому что реально, когда ты общаешься, ибо общаешься именно на такую аудиторию, ты имеешь вообще абсолютно другие ощущения. Конечно. Идет конкретно реализация такая, и я себя чувствую очень хорошо, и я поэтому планирую продолжать этим заниматься. Но мне нравится работать в команде, мне нравится, когда есть какое-то сообщество, не когда ты один в поле. Да. Я вам скажу, вы, наверное, были бы хорошим риэлтором успешным. Может быть. Единственное, что место, где вы живете, оно такое не бумирующее, там какое-то такое тихонькое. Очень тихенькое, да, я согласна. Не Лос-Анджелес, там ничего такое, но в принципе вы могли бы. так, то есть у вас предрасположенность такая есть, вы такой вот, как бы человек. Люди любят со мной общаться, люди расположены. Когда со мной общаются, она говорит, я говорю, мы с тобой пообщаемся, приятно становится. Я такая энергетически положительная. Я думаю, тут вот имени вашего нет, как зовут-то? Татьяна. Танечка. Михаил, вы у меня брали интервью, вы помните? Ну, Ласочка, это вы каждая вторая Татьяна-то, понимаете, так сложно же. Но вы из Невранска, их не может быть много. Да, ну, хорошо. Значит, Татьяна, давайте вот что. У меня есть немножечко кетто-кухни, я вообще начинала канал с кетто-кухни, рецепты, американские рецепты, потому что русскоговорящим из России вообще интересно, что американцы кушают. Я сама на кетто достаточно долго, но у меня было такое ленивое кетто, и я рецепты тоже закидывала. Сейчас планирую опять начать. Тоже интересная тема. То есть, фактически, у вас более-менее понятно, что за канал, понятно, зачем вы это делаете, понятно, более-менее для кого. То есть, фактически, чего вам не хватает, вам не хватает, может быть, то, что называется exposure, чтобы больше людей о вас узнали, что вы есть на свете. То есть, вы уже такая personable, то есть, вы вот такая живая, вот у нас такая девушка, вот она, то есть, мы ее знаем, мы ее любим, приходим ее послушать. Вот, допустим, как Наташа в фальконе, вот у нее есть свои девчонки, которые ее смотрят из России, и они реально смотрят, то есть, вот я смотрю, что у нее там подписчиков в два с половиной раза меньше, чем у меня, например, но у нее трафик, просмотров в разы в полтора больше. Да, я поняла. У нее есть такой преданный зритель, который вот смотрит, вот такая, как бы сказать, золушка, смотри, вот она там из Ярославской области, там город Рыбинск, она бах попала в Америку, как она там во дворце живет, и вот, значит, девчонки наблюдают, да, и плюс она эмоциональна, и вы эмоциональны, правда, такая, значит, живая, живая, да, поэтому, ну чего? Я тоже думаю, мы, я тестировала, я признаюсь честно, я работаю в команде, потому что, когда я решила заняться Ютубом, я поняла, что я сама не соображу, и поэтому у меня есть правое, левое плечо, и я люблю, когда несколько голов в рассуждении, и я тестирую, я разные темы закидываю, и я смотрю, как аудитория реагирует, и уже начинаю развивать, вот сейчас, в последнее время, я уже начинаю чувствовать от Ютуба что-то, что вот, чего они хотят, вот больше про семью, как вы говорили, про школу, как дети здесь растут, чувствуешь? Вам хочется, чтобы у вас было там не полторы тысячи, там, подписчиков, 100 тысяч, хочу, ну, для начала, это вполне реально, я не вижу проблем, когда, мне кажется, это нереально, это не обязательно в один день произойдет, но, но, я на этот год поставила себе какую-то цель, 50 тысяч, на этот год, посмотрите еще, какая-то, не знаю, у вас получается так, значит, у вас такой канал, эмоциональная женщина, там, в Америке живет, вот делится там, что видит, может быть, вам подумать на тему о том, чтобы какой-то такой элемент полезности усилить, то есть, неполезности глазами человека, который недавно, ну, там, сколько вы в Америке уже? Мало, 4 года. 4 года, уже прилично, 4 года уже довольно прилично, не просто глазами человека, который в глубинке живет, там, 4 года, и что-то там видит, вам, может быть, надо привлекать каких-то, на канал приводить каких-то людей, посмотреть на которых соберется большая аудитория, то есть, ваш канал будет источником не только вашего личного взгляда на жизнь, но еще и каких-то людей, которых вы можете привлечь, причем вы все равно с ними общаетесь, то есть, он не просто пришел к вам на канал и рассказал, он пришел, а вы ему вопросы, вы можете сказать, ребята, у нас будет там специалист, я не знаю, там, по разводам США. Я тестирую Михаилу Жетту, я уже из Испании приглашала одного, гостя из Флориды, планирую еще, но самые низкие просмотры, знаете, вот у меня высокие просмотры, на чем я удивляюсь, когда обзор дома, например, или про семью, и про семью, да, и у меня то же самое, вот там больше всего. У меня то же самое, у меня то же самое, обзор, обзор дому, и, да, значит, единственное, что, сделайте название видео, там, развод в США, да, значит, развод, все хотят, значит, развод в США, там, допустим, сколько денег получила Маша? Да. Да. Хорошо, ребят, меня тут требует, требует Светлана, и я действительно тут как-то так отплекся, забросил. Давайте мы завершим вот на чем. Давайте мы все, кто был, да, и те, кто потом посмотрит, вернемся к теме, что за канал, для кого, для чего, и зачем. Вам лично, это зачем? Потому что, вот мы, кого мы сегодня посмотрели, вот у нас Алла, она, у нее не сформулировалось четко, она как-то так, ну, я попробую, я там, вот, потому что все остальные у нас довольно понятно говорили, то есть, вот, скажем, и Лилия, и Татьяна, они говорили, что, мы это делаем за этим, за этим, за этим, и довольно-таки понятно, довольно-таки понятно, вот, тем не менее, я бы записал, вот очень важно написать, пока не написал, оно в одном состоянии, когда написал, оно немножко другое переходит, и там, видишь, там через неделю еще дописал, еще дописал, и такими итерациями, там, несколькими, мы придем к хорошему описанию канала, и это будет в описании вашего канала, оно не тут должно быть, и не у нас на разговоре, а должно быть прямо вот там, да, написать описание канала, вот такое. Михаил, вы со мной не закончили, если мы сегодня заканчиваем, можно в следующий раз с меня начнем, чтобы добить? Так и есть, так и добьем. Покрошить. Ладно, ребятки, счастливо, и тогда... Спасибо. Спасибо. До следующего раза. Ну, полезно мы так в целом. Да, кстати, я жду, вы сказали, будете выкладывать это все дело? Выложим, выложим, да. Все, я закрываю, я закрываю рекординг, стоп рекординг.